Николай, спасибо, что приехали. Как, на ваш взгляд, выглядят перспективы все-таки отстоять совхоз? Перспектива всегда есть, и залог успеха заключается в активной поддержке граждан. Насколько коллектив предприятия, насколько местные жители, которые каждый день, собственно, наслаждаются этим благом, которое стало возможным благодаря той политике, которая занимает руководство совхоза, акционера совхоза, который, собственно, прибыль предприятия тратит не на благополучие собственников, а на развитие инфраструктуры. Поэтому, если эта поддержка будет, это обязательно будет сопровождаться солидарной активностью страны, граждан, регионов, интернет-сообщества. Она сегодня и без этого есть, но, конечно, я думаю, что это должно выйти на новый уровень, лишь при такой массовой поддержке власть испугается и, собственно, будет вынуждена пойти навстречу. Я думаю, что шансы такие есть, собственно, для этого и приехал, чтобы лично поддержать. Завтра важный суд, я обязательно свое участие в этом приму и, собственно, обратился к нашей интернет-аудитории, к моим подписчикам с просьбой, собственно, также высказать солидарность. Но вот эти неправосудные решения, они повсюду. Когда КПРФ придет к власти, как вы считаете, будут пересмотрены эти решения? И будет ли по каждому судье вообще вынесено что-то относительно того, ну, будем говорить, как это называется словом, люстрации? Решения однозначно будут пересмотрены. Народная власть обязана, собственно, исправить ту несправедливость, которую чинил вот этот чиновничо-элигархический режим. Люстрация, на мой взгляд, обязательно, но она должна сопровождаться не просто сменной фамилии, а реформой самой судебной системы. Программа нашей партии «Идеология», собственно, которой мы придерживаемся, говорит о необходимости выборности судей. В этом случае эти суды будут народные. На сегодняшний момент они назначаются президентом Путина, федеральной властью, и, собственно, не чувствуют никакой ответственности перед гражданами, потому что граждане их не выбирали. Они хотят угодить своему хозяину для того, чтобы, собственно, быть уверенным, что они смогут сохранить за собой этот пост завтра. У вас уже более миллиона подписчиков, миллион сто на сегодняшний момент. Это недопустимо с точки зрения этой власти дать возможность людям говорить альтернативную точку зрения без этого первого канала врущего постоянно? Как вы считаете, какие-то действия уже предпринимаются властью, чтобы как-то заткнуть этот голос людей? Ваш голос. Ну, конечно, предпринимаются. За последние два с половиной года, сколько я являюсь депутатом, на меня порядка, если лишь вось, пяти раз пытались завести уголовное дело под абсолютно разными надуманными предлогами. И, конечно, это связано с моей интернет-активностью, потому что обличить власть, снять с нее маски, показать широким слоям населения, что из себя представляют на самом деле представители «Единой России» и партии жуликов-воров. Это, собственно, то, чем я занимаюсь. И они пытались судить меня за экстремистские высказывания, пытались приклеить мне призывы к свержениям власти, клевету, даже оскорблении флага. И, собственно, очень много было заявлений и обращений, как раз связанные с публикацией видеороликов. Были даже решения Генеральной прокуратуры, было решение Роскомнадзора о блокировке, была угроза даже блокировка самого канала. Но, собственно, мы за этим очень пристально следим, пытаемся отбивать это. Но, некоторое время назад, собственно, был принят закон, по которому депутат, работающий на непостоянной основе, не имеет права получать гонорары за публикации. Притом, слово «гонорары» и публикации не расшифровывается, но очевидно, что любая активность в интернете, которая потенциально может принести какие-то финансовые возможности, средства, все это, собственно, с позиции власти теперь воспринимается как коррупционная составляющая. То есть, я для власти теперь коррупционер. Конечно, это делается для того, чтобы подстелить соломки, создать возможности, чтобы заткнуть рот, как говорится. Поэтому в ближайшее время убежден, что это будет с новой силой. Но во всех предыдущих случаях, ровно так же, как и во всех будущих, главная защита – это активность людей, это солидарность подписчиков, это, собственно, та поддержка соратников, товарищей, зрителей, которые разделяют то, что мы делаем, не только я. В целом, оппозиционное движение, левое движение, коммунисты, КПРФ в первую очередь – это, собственно, главная защита против беспредела свести со мной счеты. Вот больше миллиона подписчиков – это люди, которые смотрят, лайкают, что-то они там комментируют. А вот от активности интернет к другой активности – насколько долгий путь? Ну, я имею в виду какой-то там уличной солидарности или еще какой-то такой гражданской активности. Некоторое время назад разместили на сайте возможность оставлять анкеты для тех, кто хочет вступить в партию, стать сторонником. За несколько месяцев пришло более трех тысяч заявок на вступление в партию. По всей стране? По всей стране, да, по регионам. У нас в Саратовской области, не знаю, там под сто, наверное, человек, ну, очень-очень большая активность. И, собственно, главная проблема – у нас не хватает сил все это обработать. Мы не можем, собственно, из-за отсутствия ограниченности наших ресурсов, не можем сделать этот процесс динамичным, а коронавирус и вся эта изоляция только усугубляет это. Поэтому, конечно, активность есть. Сегодня интернет – это агитаторы, это организаторы, это огромный информационный механизм для, во-первых, информирования граждан от протестных акций. Во-вторых, популяризация этих, собственно, тезисов, аргументов, подходов. Поэтому, да, это, на мой взгляд, в процессе, но главные перспективы и высокий КПД, он, конечно, впереди. Обращаются ли с регионов ваши соратники, ваши члены партии, чтобы, Николай, помоги, раскрутить там, условно говоря, YouTube-канал, чтобы мы могли там региональную тематику. Как ты откликаешься, помогаешь? Ну, это очень сложный вопрос, очень тяжелый вопрос. В первую очередь, потому что таких просьб в разы, наверное, в десятки раз больше, нежели физической возможности это все удовлетворить. В конце концов, главная проблема – это контент, тематика. На сегодняшний момент то, значит, сообщество, да, которое вот вокруг YouTube-канала «Дневник депутата», там, интернет-ресурсов, Инстаграма сосредоточилось. Это федеральная, значит, прослойка. Это люди, проживающие в разных регионах, а значит, должна быть и федеральная тематика. Нужны острые темы, нужны резонансные вопросы, которые будут интересны всем. Я всегда отвечаю моим товарищам, я говорю, я могу сделать для галочки, я могу сделать, да, просто сказать, что вот, смотрите, я под товарищем помог. Но это не выстрелит, это не даст того резонанса, того распространения, той активности аудитории, которую мы пытаемся добиться. И на этой стадии, да, я объясняю, значит, в том числе нашим товарищам, что нужно работать над качеством контента, нужно работать над тематикой, над остротой, над подачей этого материала. В этом случае, да, собственно, это будет гораздо легче и с моей точки зрения помочь. Поэтому, да, конечно, помогаем. А партия, она все-таки имеет больше ресурсов и какую-то там федеральную школу, которой бы мог Николай Бондаренко преподавать что-то, свой опыт личный? Это вопрос к партии. Я рядовой коммунист, я не являюсь членом Центрального комитета или даже кандидатом в член Центрального комитета. Пока не обсуждается такое? Я не знаю, может быть, у меня такой информации нет. Я за вот этот год до коронавируса посетил несколько десятков регионов, городов, населенных пунктов. И в каждом из этих приездов обязательно была запланирована лекция для наших товарищей по обмену опытом, чтобы не рассказать об успехах, а напротив, предостеречь от ошибок. Потому что их было много, чтобы не на эти товарищи не наступали на те же грабли, на которые не единожды наступал я. На мой взгляд, это эффективно. И, собственно, я вижу, что многие подчеркивают для себя какие-то полезные вещи. Мораль на сегодняшний день в обществе на каком уровне находится? Общество развращено, общество в культурном плане, в плане своих ценностей, конечно, деградирует. Это очень выгодно для власти. Убить в людях высокие ценности, свести их уровень жизни до борьбы за кусок хлеба, чтобы у них просто не было времени и сознательности думать о причинах всего этого бардака. Поэтому, да, конечно, снижается и, на мой взгляд, это закономерно, собственно, капитализм, навязывая потребительское общество, конечно, в первую очередь бьет по морали и нравственности. Потому что им выгодно, чтобы все можно было купить, все можно было продать. Собственно, мы видим, как это происходит и в том числе со стороны церкви, в том числе, собственно, священников, которые ездят на супердорогих машинах или десятки миллиардов наших бюджетных денег, которые выделяются не на школы, не на какие-то поликлиники с больницами, а чтобы построить очередную церковь. Помните, как патриарх Кирилл говорил с гордостью, мы строим три храма в день, в сутки. Я приезжаю, в какой бы ни был я деревне или селе или городе, в любой провинции, я вижу всегда одну и ту же картину. Ужасные разрушающиеся поликлиники, детские сады, в которых опасно заводить детей, потому что на голову может упасть. Штукатурка с потолка от того, что там 20-30 лет не делался ремонт. И на фоне всего этого, убогих дорог, отсутствие нормальной работы. Блестящие, сияющие храмы, где все хорошо, где на это есть деньги в нашей стране. Поэтому я считаю, что, собственно, это целенаправленная позиция власти в вопросе геноцида нашего народа. Вы не патриот, Николай, какой прекрасный храм в Кубинке построен вооруженным силам. Вы видели его, какой он сияющий, там даже фуражка Гитлера есть. Видел. И что у вас по этому поводу? Скорбь, печаль или гордость? Я не могу этому радоваться. Я считаю, что вот эти десятки миллиардов, сотни миллиардов, сколько сегодня тратится на нужды РПЦ, это нужно, конечно, пересматривать. Мы должны эти ресурсы, громадные ресурсы, подчинить более важным задачам, которые стоят сегодня перед нашей страной. Драка в парламенте – это деградация морали уже? Нет, это просто естественное развитие политической борьбы. Тот момент, когда у моих оппонентов, у представителей власти нет других аргументов, чтобы парировать той активности, той позиции, которую я занимаю. Они как собака, которую загнали в угол. Единственное, что им остается только ударить.